Почему я клоню? Угощается один, а смотреть-то был сотни. Так, теперь вы заказали вот эту. Так, нарядные филы. Вот она у вас в руках, да? Вот они какие, красавцы. Вот они. Значит, деревья достигают 10-12 метров. Вам сразу, когда вы купите этот саженец, сделайте нефть обрезку. Иначе все это, это для меня там семечки. Вот я их соберу, вот они. Уже собирал, уже немножко ведер. Хотелось, чтобы ты автограф подписал. А, сейчас. Давайте по-демножку вернемся. Ну, по пути разговаривать будем. Ну, что делать? Я теперь звезда. Так вот, сбился. С такой высоты вам они просто не нужны. Это мне нужны семена. Поэтому сейчас вам... Персики? Сейчас иду. Персики уже выбрали. А, без меня можете ошибиться. Так, я нарядных филы я угостил. А, все угостили? А, где автограф? Давайте. Давайте. Так, я не знаю, где тут. Ну, тут чистых листов нет. Я вот здесь ставлю автограф. И дата. Так, восьмой. Восьмой. Девятый. Девятый. Двадцать третий год. Так, давайте посмотрим, что вы купили за 100 рублей. Вот, покажи 100 рублей. Поздравляю тебя с первой покупкой. Вот за эту книгу. А мне это надо для чего? Раскручивать надо. Двадцать тысяч экземпляров, а покупают единицы. Ролик ваш смотрел, как там не покупал. Как раз это к одноклассникам. Наши, короче. Ладно, я переключаюсь на ту компанию. Давайте, удачи вам. Свинцовым вы как раз это ходили, там, в голубой снимали, короче. Да, да, да. Ладно. Так, жди следующих покупателей. 100 рублей, не деньги. Так, друзья, я пошел на тот участок. Отключаться уже не буду. Саска, а ты с нами? Да, я хочу набрать воду. Воду? Ну, вода у меня на том сейчас. А тут тобой некому заниматься, видимо. А у меня там бочка есть. Пойдем. А, кстати, смотри, вот она вода. Полная бочка дождевой воды. Чистейшая. Набирай. Сможешь? Саша, меня гости ждут. Иду, иду, иду. Где наш гость? Где, где? Да вон, сзади идет. А, слушай, ты уже в этом, ты уже в моем канале, ты уже в интернете. Все, поздравляю. Поздравляю. Да. А у тебя вот это, что-то я тут вчера хотел, смотрите, посмотреть. Ну, вот я там увижу на ютубе, нафиг. Что там это? А, это. Ну, и правильно. Идем. Да, 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 ты уже по уму делал, да? А я уже отравил. Вот этот черешок называется Водоножка? Водоножка, да. Вот когда отрывает от дерева целиком, там мерзнет, да, потому что она, когда сама падает, она успевает залечиться. А, так она падает без черешка без этого? Нет, нет, она падает, да, хоть и с черешком, но там уже... А, она уже там отмерла? Да, 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 это место отсыхает, там есть такой воск, искусственный воск. И затягивает, поэтому у нас часто, у нас появилось понятие во многом, нерегулярное подношение только из-за этого. Вот смотри, вот персики два за 500 рублей, вот эти. Это я ему вчера торговал вместо Ирины Васильевны. Вот этот и вот этот. И кто увидит этот фильм? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я же хохол, я из себя ставил. Вот эти шесть, которые вот с ленточками. Ирина Васильевна, первый год ничего не делал, а только на зиму утеплит, да? Он тебя отрежет полкроны, так, вот, старайся с комом земли. Давай мешок. Вот, и картонными коробками накроешь, снег сверху. Не внутри коробки, а сверху. Ну, не обматывает ничем? Нет, это, ты в мане живешь, там я бы вообще не укрывал, но я тебе крестковый. Лучше пересрать всем, не досрать, или как там? Так, перебдеть. Перебдеть, да, вот. Так. Вот эту вот землю можно здесь все убрать, место занимает. Чуть-чуть. Вот, и по возможности сколько сохранишь земли, столько сохранишь. Так, пятнышко сделал, да? Для будущих клиентов вот эти, родились они в этом году, из косочек. Стоит тысячи. А ты из косочек проращиваешь, да? Да. А косочки как проращиваешь? А что их проращиваешь? У тебя сегодня посажены были. Ты в землю запихал и все? Как в Словакии жаргод запихал, посадил. Посадил. Неглубоко. Ну, на улице или где-то в горшочке? Да вот они. Вот они. Вот. Теперь там сильнее обрезку. Сделай обрезку сильнее. Слышь? У этого второго обрезку сильнее надо. Так, это два. А их в ямку копать, да? Нет. Нет. Смотри, давай тогда уже ради этого фильма сейчас, 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 сейчас. Да, я тебе сейчас объясню. А вот такие что за яблоки? Летние, зимние? Зимние. Темнота. Это Антоновка знаменитая. А, да я откуда знаю. Так, сейчас погоди, я тебе должен показать дерево на холму, на холме. А, ну, Андрюха, говори, что приступать. Не в ямку, что-то. Не в ямку, не в ямку. Вот. Сейчас я тебе покажу. Вот. А, вон, вон, вон. Ну, пойдем сюда грани. Холмик тоже, видать его. Они потом чуть-чуть расплываются, эти холмы. Ну, вон, 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 вот холмик. Да, да. Сейчас мне надо тебе классический холмик показать. Пойдем. Вернее, там, где наглядней. Ну, вот, например, вот этот. О, кстати, персик, видишь? Ага. Вот. Он немножко бледноват. Почему? Его забило от солнца вот этого. А, от тенью, да? Да. 70% дня без солнца. А, ему надо солнечную замерзать. Да, поэтому смотри, что получилось. Хреново получилось. Он не то, что... В общем, он чувствует себя плохо. Лист вот такой. Смотри, теперь. Ну, посажен на холм, если поглядишься. Ага. Видишь? Ага. Вот. И когда он посажен на холм, у него не приедет корневая шейка. А вот второй персик, смотри сюда. Тут солнца побольше. Вот, смотри. Согласись, что он здоровее. Здоровее, да. У него был страшный период. Он на второй год, будучи не укрытый, на второй год, вот так замерз. Ага. И пустил новые, да? А ниже, после побеги, прошло еще два года. Посмотри, прирост этого года, гляди, показывай. Отсюда, гляди наверх. За этот год? Да. Почти два метра. А его задача прижиться. Он акклиматизировался практически. Это Хасанский, он не... Это... В общем, сказать, что здесь климат, ну, до Ненесея метров 200, да? Вот. И когда на Ненесея 1-2 градуса тепла, здесь все равно теплее, чем, допустим, вон там дальше. Ну, ну, ну. Вот я замечал, в степи 44, у меня 39. Ура, 40 нет. Вот. А здесь все-таки влияние... А, Валера, перебью тебя. А вот это обрезать... Так вот я что хочу сказать, ведь о Мане такое же влияние Ненесея. Ну, ну, ну. Это не обрезаешь вот ниже ветки? Я... Нет. Дело в том, что я бы не обрезал. И вот этого бы не было бы страшно. Дело в том, что мы с него уже взяли веток 50. А, вот. Посмотри, сколько веток на прививку. Десять примерно, пятнадцать, двадцать. А, тридцать, тридцать, тридцать сорок веток с него бы взято. И он останется один огрызок. Почему? Я тебе говорю, как... А вдруг ты это, заболеешь, как я? Вот. Садоводство, запомни, это не профессия. Это диагноз. Вот, смотри, постучи себя по кереку. Вот так, для всех. Это диагноз. Так вот, смотри сюда. Вот эта ветка, вот она, шикарная, она будет стоить 300 рублей. Она уже где-то метр двадцать. Вот здесь она будет отрезана. Четыре-пять почек. Смотри, видишь обрезка? Вот она. Теперь смотри, сколько почек пошло. Вот эти несущественные, ниже. И это тоже. А вот это раз, два, три, четыре. Одна почти вертикально, и три боковые. Все они вот так вот будут отрезаны. И от них потом пойдет еще ветер. Да, от них... Вот это еще год-два даст. А потом они оставят вот такими. Уже, скажем, годом они будут тоньше, тоньше. И она потеряет значение, это персик, как маточный дерево. Останется просто как плоды. Год даст, год нет. Это же открытый грунт. Год даст, год нет. Вот так будет. А теперь смотри. Человек вот здесь вот я отрежу. Примерно пять почек осталось. Ну, может шесть. Смотри. Аккуратно. Можно одну почку, тогда еще больше. А, то есть можно же частями. Раз, два, три, четыре. Где-то пять привек человек сделать. 300 рублей ветка. Делим на 5, 60 рублей. Отойдем. Вот такой будущий саженец. Вот такой вот. Жалко. Вчера у меня были в гостях семья с Красноярско, в том числе Елена Савельевича. Вы знаете, многие знают. Благодаря моим передачам. И вот сегодня выйдет этот фильм. Такой же, как мы с тобой. Так же ходили. Только они все бы это. Они ели, ели персики. А тебе не досталось. Это были последние. Да, ну и все равно. Так что, в принципе, понятно. Вот еще раз. Вот он холм. Так. Садить, чтобы не было вот этой страшной тени. Чтобы затенять. Думаешь, почему? Это нормально, думаешь, вот эти две? Их никто не садил. Вот это краневые отводки пришли. Вон от той сливы. Это сливы оттуда сюда. Да, но они сливы по метру. А потом я же выпиливал. Вот видишь. А, там они оставались. Да, вишни вот идут. Вот вишня. Вот. Вон уже черешня стала. Вон так привил. А они из-за соседства теряют рано листво. Ты черешня не занимаешься черешнями, да? Здрасте. На том участке я тебе вчера не показывал. Черешня? Нет. Ну, я уже столько раз показывал. Просто поверь на слово. Высота до 10 метров. Нет. А вот саженцев нет уже? А саженцев, по-моему, боже. Сергей отказывается. Это тебя, наверное? Наверное. Ну, ладно, дай бог тебе здоровья. Ладно, ну ты майнский. Тебе, во-первых, рядом. Да. Во-вторых, самое главное, это то, что у тебя идеальный климат для этого. Так уж повезло вам, майнцам. Ну, дай бог. Лучше, чем у меня. Градусов на 5. Спасибо. Спасибо.